Грязных журналов и так далее не бери в руки, и пусть их вообще не будет в твоем доме, чтобы как-нибудь случайно, под действием твоего возраста, ты не поддался врагу и не взял их, потому что ты не только получишь рану, но еще и приобретешь лукавого, врага, который будет издеваться над тобой, даже если ты покаешься и будешь об этом жалеть. Также бунтарские книги и издания, в которых затрагиваются церковные темы, не читай, если хочешь иметь покой, потому что ты еще не готов к таким серьезным темам. Тебе нужны книги, которые помогут тебе в покаянии. Если хочешь помочь церкви, исправь себя самого, и сразу исправится одна частичка церкви. Если бы это делали все, естественно, исправилась бы церковь. Поэтому ограничься отеческими книгами, о которых я упомянул, и избегай безвкусных книг некоторых современных писателей, которые только дают своим книгам громкие названия, чтобы вызвать духовный интерес, но от их чтения лишь устаешь, как корова, когда ее ясли полны соломы. Устает целый день жевать, и в конце концов не дает и стакана молока. Перед тем, как начать чтение святых отцов, помолись хотя бы две минуты, чтобы Бог просветил тебя, и ты понял божественные мысли. Если у тебя нет времени, когда читаешь, не нужно спешить закончить главу, потому что наша цель не заканчивать главы, но что-то оставить у себя в голове. Также неполезно удовлетворяться только тем, чтобы читать и восхищаться святыми, потому что тоже делают люди мирские, которые с жадностью читают о новых похождениях Тарзана и радуются. Наша же цель – духовная, и мы должны понемногу с помощью духовных подвигов подталкивать себя к жизни святых отцов. Поэтому, когда читаем, будем подобно корове, которая предпочитает клевер соломе, и после того, как поест, долго жует жвачку, превращая таким образом пищу в молоко. Когда я говорю «жевать жвачку», то имею в виду неизучение кожуры, что обычно делают некоторые филологи, которые изучают красивый цвет апельсиновой кожуры, внимательно считают поры этой кожуры, и не уделяют внимания плоду, чтобы извлечь для себя множество отеческих витаминов. То есть не изучают святого с его святой жизнью и божественными подвигами, чтобы получить пользу или то, что он сказал, но какой день месяца он это сказал, и была ли его борода вся белая, с проседью или вся черная. Этого вида жевание жвачки подобно жеванию бесплодной коровы, которая ни молока не дает, ни телится, но только накапливает жир с множеством токсинов и кончает у мясника. Постарайся по мере сил иметь у себя дома для чтения относительное безмолвие, или, если это возможно, отдельную комнату, чтобы почувствовать атмосферу келии, ибо это очень поможет тебе как-то найти себя, и одновременно придаст тебе духовные силы, чтобы преодолеть всякого рода трудности со спокойствием без нервотности.